Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами начинается небольшой цикл с обзорами актуальных обновлений MIUI. Они приходят как на Xiaomi, так на Redmi, так и на Poco. И сегодня мы говорим про новое обновление MIUI 14 0.10.0, которое пришло на новинку Xiaomi 13T. Я на его примере вам покажу, что интересного добавилось и что действительно меня заинтересовало. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как я уже сказал, это новинка Xiaomi 13T. И да, вы с одной стороны можете сказать, а чего ж ты хотел, покупая новый смартфон, ведь на нем будет все самое лучшее и интересное. Но с одной стороны да. Ну а с другой стороны, друзья, я хочу сказать, что именно на примере этих смартфонов можно понимать, что стоит ожидать в будущем на смартфонах Xiaomi. Ну и возможно наши всеми любимые Xiaomi также получат эти фишки. Сразу что я хотел бы сказать, это то, что несколько разделов подубавилось. То есть допустим вверху у нас было больше разделов, сейчас их остается лишь только два. По настройкам у телефона тут ничего как бы сверх такого нового и кардинального нет. За исключением одной вещи. К примеру, если у вас актуально обновление стокового приложения обновления системы, оно у вас должно делиться вот тут на две части. На проверить обновление и Xiaomi Community. Да, с одной стороны возможно это не совсем приметное, но как бы вот я уже видел скриншоты именно такой истории. Следующий момент, который стоит ожидать в прошивках, это добавление взаимосвязанности, а именно подключенных устройств. Да, с одной стороны эта вся история будет только на новых аппаратах Xiaomi, ну а с другой стороны возможно это будет не только на каких-нибудь субфлагманах или же предфлагманах добавлено. Эта история называется как MIUI Plus Beta. Я уже на своем канале рассказывал про всю эту историю, показывал даже на примере китайской прошивки, как это работает, что при взаимодействии телефона и ноутбука. И вот недавно, когда я данное устройство приобрел, показал как это работает именно в связке смартфон-планшет. И лично, как по мне, эта история очень удобная. То есть кросс-платформа действительно на высоте. Я думаю, что компания Xiaomi будет только лишь развивать данный момент. Еще что изменяется, у нас раздел NFC как бы совмещает в себя все разделы, которые с ним связаны, ну или же опции. И да, я считаю это удобно. На некоторых аппаратах все это как-то раскидано, а в новых прошивках это уже как бы все воедино совмещается. Следующая история касается раздела активный экран и блокировка. Тут также, с одной стороны, вы можете заметить, что все именно привычные опции и функции. Но вот что интересного у нас появляется, это распознавание внимания. То есть, когда устройство не будет блокироваться, когда мы на него смотрим. Да, вот такая фича, которая, ну по крайней мере, раньше мне не встречалась. Еще, возможно, несколько перевод вот здесь поменяли. То есть, двойное касание для включения и отключения смартфона. Ну тут как бы эта опция была. Я имею ввиду за то, что как бы текст немножечко разработчики поменяли. И да, я также замечаю по системе, что некоторые как бы слова-предложения были либо сокращены, либо же наоборот расширены. Для лучшего понимания. Но вот эта фича точно добавляется в новых смартфонах и в новых прошивках. Опять же, я не думаю, что здесь необходим какой-то супер модуль фронтальной камеры, чтобы она это распознавала. Я думаю, что это все так же на уровне софта находится. Но мы с вами переходим далее. Звук и вибрация. Наверное, эту фишку ждут многие. И она у нас касается разделения ползунков громкости. Если же раньше мы с вами имели лишь только два ползунка, ну или же в лучшем случае три ползунка, которые отвечали за всю мультимедиу, мы там хотим, допустим, уменьшить громкость звонка или еще что-то, у нас вообще все максимально уменьшалось. И у многих это откровенно бесило. В новых же обновлениях, и да, кстати, это Android 13. И как я ранее говорил, что думал, в 14-ом андроиде эта фиша добавляется, а вот как раз нет, это появляется еще на 13-ом ведре. У нас появляется раздел, как управление звуками уведомлений. То есть, когда мы с вами сделаем вот такой свайп назад, вызовем громкость, мы получаем четыре ползунка громкости, которые один от другого, конечно же, будет независим. То есть, допустим, мы делаем вот как-то так, и мы увеличиваем мультимедиу. И все остальные ползунки мы можем настраивать вручную. Наконец, разработчики нам на эту опцию разродились, и вот только сейчас она начинает появляться на смартфонах Xiaomi. Ну а мы с вами едем дальше. Раздел под названием «Защита и конфиденциальность». Он также имеет редизайн. И с одной стороны, знаете, разработчики не совсем как бы заморачиваются над какими-то определенными разделами, и они просто оставляют чистый Android. И вот как, например, в данном разделе. Но он у нас именно меняет свой редизайн, потому что на предыдущих обновлениях он выглядел совершенно иначе. Раздел «Батарея», к сожалению, у нас не меняется, и ничего нового не добавляется, кроме оптимизированной зарядки. Поскольку здесь 67-ваттная зарядка, она как бы такая для аккумулятора будет прожорливая, скажем так. Поэтому разработчики добавляют вот такую опцию, чтобы снизить износ нашей батареи. То есть до 80% максимально быстро заряжается, а после будет уже как-то более равномерно, плавно для того, чтобы батарейку не убивать. Если же мы с вами зайдем в расширенные настройки, то тут, наверное, у нас ведет с вами олдескулы. Потому что также я вот всю эту историю давненько не наблюдал. Ну лишь только за исключением, пока мы не подключим к Type-C какому-нибудь USB OTG устройство. И то есть этот раздел проявлялся в расширенных настройках. Но вот по умолчанию разработчики нам его просто активируют, чтобы мы с вами знали, что когда мы подключаем OTG устройство какое-то, или там флешку, ну и так далее, что оно сразу там проявляется в системе. Или там, допустим, как знаете, там автомобилисты на СТО там подключают эндоскоп для того, чтобы там куда-нибудь подлезть, посмотреть. И дабы не морочиться с настройками, вот разработчики это нам возвращают. Ну вот честно, прям олдскул и сводит, потому что вот это MIUI 8, MIUI 9, MIUI 10, там MIUI 11, вот в этих вот прошивках это прям было по умолчанию. И сразу вспоминаешь тот самый антураж. Еще что можно заметить такого из коробки, скажем так, и проявления в новых прошивках, это измерение пульса. Да, старая история, которая в принципе, ну не нова, но не на всех аппаратах и на всех прошивках, она у нас есть именно в настройках. На некоторых аппаратах ее все же нужно находить с помощью Activity Launcher, ну и над этим просто немножко заморачиваться. В целом, это и все, что хотелось бы отметить по данному обновлению в плане настроек. Затрагивая вопрос по поводу фишек, стоковых приложений и так далее, могу отметить следующее. Есть интересные фишки, которые у нас касаются галереи. Ее, ну скажем так, немножечко делать и редизайн. То есть все объекты камеры выносятся у нас вот в такой формат, ну а дальше там в настройках мы можем с вами выбирать возможность синхронизации. Плюс еще добавляется у нас Pro HDR. То есть использовать HDR для улучшения детализации. Опять же, не на всех смартфонах это может проявляться, но вот на примере данного аппарата мы можем получить данную историю. Также, возможно, вас еще заинтересует троттлинг-тест данного обновления. Ну, понятное дело, что у каждого аппарата троттлинг-тест будет свой, но на примере этого аппарата 12% троттлинг составил. Тут у нас стоит процессор MTK. И я считаю, это очень крутой результат. Также еще есть интересные фишки, которые касаются там и безопасности, касаются они у нас с вами и рабочего стола, и фишек, которые с ним связаны. Все это добро я оставлю в описании, чтобы не растягивать надолго данный видеоролик. И вы сможете перейти по ссылкам в описании, скачать, почитать, посмотреть, и улучшить и ускорить свое устройство. Что же, друзья, вот такое интересное обновление 14.0.10.0. Индекс у нас, соответственно, тут европейский, и нумерация у нас таковая. Не могу сказать, что прям тут что-то супер-вау вас может ожидать, что ваше устройство превратится в супер-флагман, но, по крайней мере, какие-то фишки разработчики нам добавляют, и есть вам про что рассказать. Как я вам уже сказал, это первое видео из актуальных обновлений, которые выходят на сегодняшний день. Также мы с вами еще посмотрим на Poco F3 и на Poco F5. Что же на их примере добавляется? И, ах да, пока я еще не забыл, у нас в новом обновлении еще добавляется история, которая называется перерисованный ползунок перезагрузки. Да, мне сказали в комментариях, что с новыми обновлениями это добавляется, и вот, пожалуйста, что ваше устройство также может получить, перейдя на новое обновление. Так что вот такие дела, если вам приходит новая прошивка, я вам рекомендую все же рассмотреть возможность ее установить на свое устройство. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, или я о чем-то забыл упомянуть, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова